В Доме кино состоялся премьерный и единственный показ остросоциальной драмы «12.10». Фильм снят только при поддержке интернет-пользователей, без участия студии-производителя и продюсеров. С учетом минимального бюджета и небольших сроков производства, выход фильма на экраны можно считать прецедентом. Представить свой фильм «Саратов» приехал режиссер Арсений Гончуков. На премьере побывала Анна Лопатина. В этот вечер посмотреть авторское кино собралась немногочисленная аудитория. Кого-то привлек ограниченный прокат, кого-то броская афиша, а кого-то загадочное название. Натнулся на запись в Твиттере, что сегодня будет премьера фильма, причем с режиссером. И поэтому я решила, что обязательно нужно прийти. Я посмотрела трейлер и мне понравилось. Мне еще пришло то, что это снято без господдержки, без всяких продюсеров. Несколько молодых режиссеров стали сами себе продюсерами, сценаристами и спонсорами. Бюджет фильма по меркам мирового кинематографа минимален. Для завершающего этапа съемок создателям картины даже пришлось обратиться за помощью к интернет-пользователям. Это первый и пока единственный случай в истории российского кинематографа, когда подобный фильм выходит в широкий прокат. Если пообещал, что-то сделать. События развиваются по двум линиям. Ветеран Афгана безуспешно пытается получить заслуженную прибавку к пенсии – 1210 рублей. При этом он постоянно возвращается к событиям прошлого, когда на войне погиб его сын. В основу фильма, в фабулу, положены события, которые реально происходят и происходили сегодня с нами. В России, в странах СНГ есть конкретные случаи, конкретные такие драматичные истории, чем заканчивались подобные столкновения личности и системы, или бюрократов, или личностей мира. Саратов стал последним городом, где на широком экране можно было увидеть 1210. Следующий показ фильма состоится на кинофестивалях. Создатели картины уже начали рассылать заявки на участие. Анна Лопатина, Вадим Лысов, Павел Крикливец, Вести, Саратов.